Отчет Министерства энергетики США не только подтвердил факт сокращения запасов сырой нефти, но еще и топлива. Тем не менее, это не сильно сказалось на рынке, так как инвесторы в целом были готовы к подобному развитию событий. Учитывая, что принципиальная ситуация на рынке не изменилась и черное золото продолжает торговаться в относительно широком коридоре, то теперь наиболее вероятно постепенное снижение к его нижней границе, находящейся на отметке в 72 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent уже вплотную подошли к району верхней границы бокового канала, что предвлекает сокращение объема длинных позиций и в случае исполнения технического сигнала ценовой район между уровнями в 77 и в 78 долларов может сыграть роль сопротивления, которое приведет к обратному ходу цены, т.е. котировка там развернется и пойдет вниз. Золото потребовалось всего два дня на снижение с уровня в 1930 до уровня в 1910 долларов за унцию. Однако пока рано утверждать, что довольно быстро получится преодолеть отметку в 1900 долларов за унцию. Инвесторы явно будут ждать доклада Министерства труда Соединенных Штатов, который публикуется сегодня. Если, как ожидается, его содержание окажется лучше прогнозов, то в этом случае, конечно же, будет предпринята очередная попытка уйти ниже данного психологического уровня. Однако, судя по всему, она вновь будет неудачной, так как сильный рынок труда ограничивается возможности Федеральной резервной системы и будет вести к повышению уровня процентных ставок, так что золото довольно быстро вновь вернется ниже уровня в 1900 долларов за тройскую унцию. А вот рубль без какого-либо вмешательства Банка России самостоятельно вернул доллар к уровню в 90 рублей. Скорее всего, это эмоциональная реакция и в некоторой степени страх, возникший из-за довольно стремительного ослабления рубля, который во многом тоже носил эмоциональный характер. Наиболее вероятным сейчас кажется попытка стабилизации в районе текущих значений о ожидании доклада Банка России о состоянии национальных счетов, главным пунктом содержания которого, конечно же, будет являться платежный баланс. Вот только доклад будет публиковаться лишь во второй половине июля. Так что рынок может уйти в боковик на ближайшие пару недель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова